Мы сегодня с Ольгой делаем то, что могло появиться на столе в 91-м году, в августе. Для этого есть журнал «Работница». Тут есть рецепт самых экзотических вещей. Рисовый торт. Рисовый торт. Я не знал, что такое может быть. Но я так понимаю, что к празднику можно было такое. К празднику. Рисовый торт. Стакан. Рис тогда в Советском Союзе был вот такой. Да, в основном так. Это абсолютно вот такой вот советский рис. Засыпаем. Так, мы сейчас немножечко разварим это в воде. Просто потом в молоке разварится быстрее. 200 грамм сметаны, стакан сахара. Ух ты, стакан сахара. Ничего себе. Чего себе, да. А вообще тогда очень-очень жирно, да? Если в какой-то момент мы перешли от такой еды удовольствие, вот еда 91-го, это была скорее еда насыщения. Сметана. 200 грамм, да? 200 грамм сметаны. Сахар вам был потоломным, да? Сахар был потоломным 100%. Ну, стакан сахара вот так, давайте погубаем. Да, погуманнее, поэкономнее. Два яйца, 12 ложек муки. Муке с содой мы положим сразу. Мука всё-таки была стратегическим ресурсом, и она всегда была. Вот почему-то всё, я всё время помню, что всё-всё-всё пекли. Ну, на самом деле, прежде всего, сытно, это вкусно. А если хорошая хозяйка, руки хорошие, так это и красиво. Даже блинчики те же, пожалуйста, оладушки. Это всегда можно было испечь. Только не понимаю, что это за начинка из риса. То есть это такая нищета даже, наверное, просто. Я думаю, что это от того, что можно было не класть много масла, вот, немножечко сдобрить маслицем, и всё. Четверть ложки соли, столовая ложка топлёного масла. Ну ладно, есть у нас и топлёное масло. Давайте его немножечко растопим. У нас как раз здесь есть... Потому что оно должно быть, конечно, жидким. Сода почему-то. Правильно. При тепловой обработке, при выпечке, конечно, сода там ещё работает. Ну, на щепотку, конечно. Вообще достаточно. И это они называли тортом, и с сессиями они ходили бороться за свободу. Выключаем. Добавим туда масло, столовую ложку. Практически будет такой мягкий кекс. А теперь, значит, начинка. Для начинки. Масло, сахар, ванилин взбить в пену. Зато сахара... Сколько? 125 грамм. Боже мой. Это вот так, я думаю. Нет, конечно, ну, пусть будет так. Только из любви к эпохе 90-х, ощущение того, что это было страшно романтическое время, когда на самом деле мы совершенно не обращали внимания, что мы едим, и только время от времени Саша Невзоров пугался в программе 600 секунд тем, что в хлебе обнаружен презерватив. Я думаю, что если бы тогда имели рейтинги, то рейтинг этого сообщения был бы 100. Саша тогда был довольно авантюрным человеком. Он же прорывался на мясокомбинат. Колбаса, это же священное понятие было, потому что колбаса была символом благополучия. Колбасу там мешали лопатой обычной, садовой, в каком-то чане. Он прорывался на машине скорой помощи. И сюда потом, как я понимаю... Нужно положить рис. А сейчас мы ставим... А давайте ставим. ...печь коржики. Полчаса, где-то час. Ну, мы будем следить, да. К шоколаду. Шоколаду нужно будет топить. Две плитки, да? Представляете, сколько сахара мы сегодня... Да ужасно. Сейчас будет зрелище не слабонервных. Буду выкладывать начинку образца 1991 года для торта. Теперь у нас второе своё блюдо. Надеюсь, что два мы с вами освоим. Давайте. У нас с вами лёгкое блюдо, потому что овсяные котлеты. Вы думаете, это лёгкое блюдо? Я думаю, что да. Овсянка, эта овсянка разваривается до степени невозможной? Вы знаете, она разварится в любом случае, но у неё будет хотя бы хорошая структура, не просто слизистая такая масса, которая бывает в овсянке быстрого приготовления. Мне такая овсянка, честно говоря, больше нравится. И такая была. Это потом у нас появились более мелкие овсянки. Это геркулес советский? Геркулес советский, да. Жариваем лук. Я плачу от того, что... Тогда, конечно, жарить было нечего, но лук были очень молодые, и луковые котлеты нас было не испугать. Так, давайте вот это вот. Давайте сюда. Чеснок. Да. И лук, и чеснок. Ну просто... Ну просто шедевр. Шедевр, шедевр. Так, чеснок и ещё сырки! Это же какой-то продукт, я не знаю даже, как его здесь... Это вторичный продукт после нормального сыра. Слушайте, ну это, конечно, выглядит абсолютно чудовищно. Но я просто знаю, что оно такое было всё. Было, было, было. Вот эти котлетки, конечно, из овса с луком. Ещё или достаточно? Ещё немножко. Я тут даже высыпала. Да, одно. Лепить лучше волос получается. Мне как-то криво. Давайте я буду лепить, но у меня рукотушь, да. Ну как, вот постная какая-то фигня такая. Ну, в общем, теперь самое отчаянное блюдо 90-х. Я бы сказал, как кулинарное Алену Апину. Апа! Это торт под названием рисовый торт. Режется хоть? Ну, конечно, режется. Но действительно, это рецепт августа 91-го года. Ну вот. Сделаем красиво. Красиво. Много не надо, потому что ещё шоколад сюда нужно. Давайте, поливайте. Потом поставить всё застывать. Наверное, вот этой частью нужно положить, которая... Не-не-не, вот так вот переворачиваем. Да-да-да-да. Вот так вот, да. Вот, да, прижимаем. Ну что, мне это всё равно придётся, как говорят, отведать. Что ж, я на самом деле доволен. Домашние вот это произведения, они все выглядели более-менее так. Ну что, перекладываю? Рисовый торт. 19 августа 1991 года. Это какие-то как-то вообще странно пахнут вообще, непонятно чем. Вот, пожалуйста. Вот, сейчас направится всё в студию, телеканал «Дождь», где наши гости будут пробовать вкус эпохи. Будем смотреть на их реакцию. Ольга Щёткина, кулинар и историк кухни и Павел Лапков.